Всем привет! Сегодня у нас история подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, а потом будем комментировать. Здравствуйте, Галина! Я являюсь вашей подписчицей около трех лет. Нашла ваш канал, когда искала информацию о Турции, турецких мужчинах. Благодаря вашим советам я счастлива замужем за турком и нашла общий язык с родителями мужа. Пишу вам вот по какому вопросу. Вы часто на канале разбираете психологию отношений. Может вас заинтересует моя история, и вы разберете ее у себя на канале. Повторюсь, что проблем с мужем у меня нет. У меня психологическая проблема вот какого характера. Я хочу избавиться от воспоминаний и мыслей и снов о бывших отношениях. У меня были отношения с мужчиной 8 лет. Я знала, что у него есть семья, но он официально не был разведен и постоянно находил какие-то отговорки. Я ждала, а время проходило. Это были мои первые отношения, и я очень боялась его потерять. Постраивалась, терпела, ждала. Я видела его отношения с мамой, с женой, с окружающими. Он всех выставлял никчемными и всем ему обязанными. Искренне надеялась, что меня это не коснется. Дошло до того, что мы жили в моей квартире на мои деньги. Он иногда выпивал, иногда поднимал руку, унижал. Потом слезно извинялся. Два раза я его выгоняла, но спустя неделю сама возвращала обратно. Так как благодаря ему, заниженной самооценке моей, я считала, что лучше его я никого не найду. Началась война на Донбассе, и его забрали солдатом. Он там прослужил около двух лет. Приезжал на неделю-другую, а два-три месяца его не было. И я поняла, как я хорошо обхожусь без него. Нет морального, эмоционального унижения. Я стала ждать, когда он снова сделает ошибку. И это станет поводом окончательно разорвать с ним отношения. А я знала, что так и будет, потому что это было уже в наших отношениях ранее. И вот после полугода его отсутствия он вернулся. Я была на работе, не смогла отпроситься с работы. Видно, Боженька дал мне то, чего я очень сильно хотела и ждала. Он по приезду подвыпил, что-то не смог найти в квартире. Ключи у него были. И разгромил квартиру. Перевернул все вверх дном. Якобы я не хозяйка и не знаю, где там что-то лежит. И он не мог это найти. В общем, короче говоря, сделала все для того, чтобы я навела какой-то порядок в квартире. И знала, где чему, какое место. И пошел дальше праздновать свое возвращение. Я вернулась с работы в руины. И твердо решила, что это все. Потом она мне позвонила и стала извиняться. Мол, сильно хотела одеть именно ту самую футболку. А найти я ее не смог. И она хотела вверх наглости, чтобы я его еще забрала из кафе, где он сидел это все дело отмечал. Так как он пьяный. И привела его еще к себе домой. А он мне поможет в свою очередь убраться у меня в квартире. Я сказала, что нет. И я не собираюсь этого делать. Дождалась, пока он придет домой. Забрала ключи, отдала все документы, дала пинка под зад. Я три дня разбирала завалы в квартире. Чтобы вы понимали, он вывернул все ящики. И все их содержимое. Одежда, постельное белье, косметика, техника, крупы даже и приправы. Из холодильника все выкинул. Все это было на полу. Кошмар какой. Я перемещалась по квартире по узкой тропинке возле стены. Я собрала все его вещички, все, что о нем напоминало, выставила за порог. Я сменила все постельное белье, все полотенца, поменяла сим-карту в телефоне, удалила все фотографии и вообще обрубила все контакты. Отличная инструкция. Вот так. А расставаться с абьюзерами, нарциссами, всякими такими вот мужчинами так и нужно. Когда я говорю оборвать контакты, заблокировать везде, кто-то, кто не хочет этого делать, находит причину. Вот так и надо. Все удаляем, выбрасываем, заменяем на новое. Еще, конечно, месяц я рыдала. Почему я не сделала этого раньше? Почему вообще я все это терпела? Мой внутренний голос мне подсказывал, что я так жить не хочу. И для меня это ненормальные отношения. Но, повторюсь, эта первая любовь и на все закрывала глаза, хотя мне все говорили, что я порчу себе сама жизнь. Почему нам в школе не рассказывают про отношения, какие они должны быть, про отношения и любовь к себе? Только после расставания я начала искать информацию о психологии, об отношениях, как правильно их вообще строят. Но мне до сих пор снятся сны, что он приходит, пытается со мной поговорить и вернуть меня. Или я беременна от него, или еще какая-то дичь. Я постоянно убегаю во сне, говорю, останет меня, я замужем, у меня все хорошо. И все в таком роде. Может, именно поэтому я связала свою судьбу с турком, чтобы просто уехать оттуда и прервать это. Повторюсь, у меня замечательный муж, я не бросилась на него, как на первого встречного или свой последний шанс. Все его обещания, дела, я все делила на 10, смотрела на поступки, ставила свои условия в отношениях. Сейчас я живу в нормальных отношениях, где меня уважают, любят, ценят. Они вытирают об меня ноги, как белый и пушистый коврик. Дорогая Галина, подскажите, как мне справиться с этими негативными воспоминаниями? Спасибо огромное, с уважением. Я вам немножко расскажу механизм, что происходит, да, а потом вы уже сделаете сами выводы, как вам поступать. Вообще, чтобы это пережить, переварить и забыть этот страх и отпустить, это к психологу, конечно, самостоятельно. Это просто определенные техники есть в терапии, которые психолог должен с вами провести, да, чтобы вы вернулись в прошлое, отпустили и траляля, вот это все разобрали, историю. Я не думаю, что самому это может получиться сделать. Как минимум, ты сам с собой это можешь сделать, если ты психолог. Вот так я бы это назвала. По поводу, расскажу механизм, почему так получается, почему вы на это застряли. А сейчас у вас хорошее отношение. Когда вы правильно все отмечаете, это даже, может, где-то в письме к этому вернусь, сейчас найду. Вот это были мои первые отношения, я очень боялась его потерять, подстраивалась, терпела и ждала. Я видела его отношения с мамой, с женой окружающими, он всех выставлял никчемными. Всем ему были чем-то обязаны, искренне надеялась, что меня это не коснется. В итоге мы жили в моей квартире на мои деньги. И он изначально был женат на тот момент, когда вы познакомились, да? Не был официально разведен, как вот я читаю сейчас, да? Все очень просто. Это же все в вашем случае, когда девочка получает свой опыт, вы говорите, почему в школе не объясняют, какие должны быть отношения. Надо копнуть в ваше прошлое и в детство, потому что вы добирали, закрывали что-то свое такими отношениями. Мужчина старше меня на 8 лет. Для первых отношений этот матч, это говорит о том, что у вас в детстве пример мужчины образ, образ семьи от родителей, либо в семье отношения были какие-то травматичные. Девочка априори выпирающая себя, чувствуя себя в отношениях, хоть чувствовать маленькой девочкой, защищенной, хочу на ручке решимые проблемы. Мужчина намного старше меня. Но для первых отношений 19 лет и 8 лет это большая разница. Не суперогромная, но довольно-таки подозрительная, так это назвала. То есть я закрываю, вы себе папу вообще искали в этих отношениях. В первых отношениях папу проблема контакта с папой в вашем детстве. И поэтому терпели, ждали, прощали, надеялись, что со мной так не будет и все проще. Это же очень такая детская позиция. Правильно, я не принимаю реальность, не хочу на нее смотреть. Я себя готова обманывать. Так бы я это рассказала и описала. Так вот, обманываться долго не получилось. Дошло до того, что мы жили в моей квартире, на мои деньги. То есть он из образа папы, который вы хотели в нем получить, восполнить себе, получили образ махлебника. Да еще причем, который там буянит, крушит. И вообще опасный тип оказался. Еще с психикой больной, который в боевых действиях участвует, это уже априори ненормально. Это насилие, это определенные триггеры в голове человека. То есть это определенная каста людей, военных, или кто в боевых действиях участвует, вообще до свидания. Я не то, что на этих людях ставлю крест. Это определенные вносятся коррективы в их общение с людьми, в их поводки, вообще в их психику. И эти люди должны проходить терапию, дабы, скажем так, свой стресс, страхи, который они увидели, вообще насилие всякое, чтобы это пережить, чтобы психика здоровая осталась. Поэтому очень многие пьют, либо там сходят с ума, либо вести начинают маргинальный образ жизни, потому что стресс вот этой травмированной войны именно, он никогда не проходит бесследно. Это определенные травмы, это травма, короче говоря, так скажу. И это нужно, психологи специально на этом квалифицированы, должны работать с такими людьми. Это немножко отступление было. Так вот о схеме, что у вас происходит. Короче, вы почему смогли с ним расстаться в один момент ключевой? Потому что вы уже поняли, во-первых, вы выросли, во-вторых, вы поняли, что он просто поменял свой образ. Из образа папы заботливого, которого вы видели старше вас, вы думали, что его поведение-то нормальное, вы просто увидели в нем уже другого зависимого мужчину, который живет на вашей территории за ваши деньги, и вас нифига не оберегает, что вы, ваш запрос-то, да, какой к мужчине был постарше. А он пользуется вами, вы это поняли, увидели, поэтому смогли с ним расстаться. Что сейчас страшно, почему у вас это не отпускает? Самый ключ, да? И что с этим делать? Делать это к психологу эти, почему вас это не отпускает? Очень просто. Проблема не в нем. Он это такой триггер. Это тот момент, который вам очень на психику отложился. Эмоционально вы до сих пор это еще не отпустили, очень глубоко переживали, потому что у вас были огромные надежды свои, которые не оправдались с ним. И, в принципе, первая любовь, это определенно, это первая любовь, она всегда остается в голове. Вы всегда о ней помните эти чувства. Это первое испытание эмоциями. Это сильно пережитые эмоции, так бы я сказала. Поэтому они у вас остались. Но проблема в том, я очень рада, что вы встретили человека, который вас достойно любит в хороших отношениях. Почему у вас на сих пор в голове? У вас страх возврата, страх повторения. Хотя вы вроде бы себя уже обезопасили и нашли нормальные себе отношения. Но этот страх такой на уровне инстинктов, животных, страх остался. Знаете почему? Потому что этот страх животных на уровне инстинктов вы испытывали в своем детстве, скорее всего, по отношению к своему отцу, либо образу мужчины, который вот этим прообразом был отношений. То есть к какому-то мужчине в возрасте от 6 до 15 районов лет, когда вот это все женское, гормоны и все прочее формируются. Почему от 6? Потому что это комплекс электро тоже туда может включаться. То есть это надо разбирать. Там есть много всяких нюансов, на что можно выйти. Так вот, проблема там. В том моменте, который вас когда-то в детстве травмировал. Или вот этот образ мужчины, почему он такой заложился. Все ответы в вашем прошлом. И с этим разберется психолог, к которому вы обратитесь. Это будет не так трудно. Потому что если вы смогли об этом написать, то и проанализировать очень много. Вы, возможно, эмпатичный человек, отзывчивый. И вы сами настроитесь на работу. У вас это получится сделать. Ничего трудного у вас не будет. Все будет нормально. Но это отпустит сейчас, когда я решу свою проблему в прошлом. На самом деле, это, знаете, такое заземление получилось, которое просто эмоционально очень... Первая любовь, эмоции сильные. Эмоционально сильно вас отзывается. Поэтому вы реагируете и помните вот это. На это накладывается на тот стресс или на какой-то образ, что-то там, что было когда-то в прошлом. И все. В прошлом решите, сейчас это тоже пройдет, вас отпустит. Я очень рада, что у вас хорошие отношения с вашим супругом. Вы нашли человека, который достойно к вам относится хорошо. Для вас это важно, как я вижу. И я очень рада, что отношения вы свои выстраивали, когда смотрели мой канал, что мой канал повлиял каким-то образом на то, что вы в нормальных, здоровых сейчас отношениях. Мне это очень приятно. Это и есть оценка моей работы. Не зазря я снимаю свои видео, сижу тут болтаю о чем-то. Это полезное, значит, то, что я делаю. Мне-то именно вот эта благодарность, полезность, что какое-то хорошее я что-то делаю людям. Мне это и приятно. Ради этого я и делаю. Я надеюсь, я на ваш вопрос ответила. Не переживайте. Все это можно изменить. Надо над этим поработать. Все это возможно. Вас это отпустит. Просто это сейчас на данный момент, это страх, потому что это было не так давно. Не настолько психика ваша, скажем так, смогла это забыть, стереть из памяти. А вот кому понравилось, ставьте лайки. Я буду очень признательна. Пишите комментарии, советы девушкам. Может, вы попадали? Многие попадают в подобные ситуации. Как вы из них выходили? Как вы могли это, например, забыть? Постараться забыть это. И я оставляю под видео всегда в инфобоксе почту свою. Вы можете также, как эта девушка, написать свою историю анонимно, разобрать на канале или записаться ко мне на психологические консультации. Спасибо вам. Скоро увидимся. Всем пока.